Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту, может, андроидом попользоваться, пока никто не видит. Блин, он даже не так плохо. Алё? Во Франкфурт? На автосол? Конечно, когда? 12-го я не могу, у меня презентация, меня зрители просто съедят. Но у нас есть человек Илья. Алё, Илья, как слышишь меня? Да, Валентин, слышу тебя отлично. Как Москва, как погодка. Во Франкфурте вот что-то дождик, как у вас. Да. У нас, как обычно, грустно всё, печально. Илья, расскажи лучше, что у вас там интересного. Потому что франкфуртский автосалон — это, блин, событие. И, конечно же, мы не могли пропустить такое мероприятие. И поскольку я, черт возьми, был занят презентацией айфонов, Илья оказался более удачливый. Он поехал во Франкфурт и посмотрел все те самые новиночки, которые показывали там. И сейчас мы вам о них расскажем. Поехали. Я вижу, ты находишься на стенде Toyota. И расскажи, что это за автомобиль за тобой? Вроде новый Prado. Я езжу сейчас на старом, и в наших широтах эта тачка пользуется большой популярностью. Потому что неизвестно, кто сидит за рулём, и все уважают на дороге. Ха! Илья? Да, Валентин, за мной действительно новый Land Cruiser Prado, представленный на франкфуртском автосалоне. Как обычно бывает у Toyota, изменилось всё, и ничего одновременно, но обо всём по порядку. Это всё тот же Land Cruiser Prado серии J150, переживающий уже вторую модернизацию и хорошо знакомый покупателям с 2009 года. При этом на месте осталась рама, всё те же самые двигатели и рулевое управление. Однако же изменилась оптика, спереди автомобиль стал выглядеть немного иначе, и капот стал рельефным, как на Land Cruiser 200. Что касается изменений сзади, изменились задние фонари. Ну, это нормально, к тому же теперь они содержат в себе светодиоды. С другой стороны, китайцы уже делают такое лет пять. Но это же Toyota. Вот тут всё будет, несомненно, лучше. Впрочем, изменения коснулись не только внешнего вида нового Prado, но и интерьера. С другой стороны, эти изменения бросятся в глаза, наверное, только текущим владельцам Toyota Land Cruiser Prado, потому что, ну вот, и я смотрю, и по мне, шо-то, шо-то всё одинаково. Изменился руль. На приборной панели появился дисплейчик на 4,3 дюйма, обновилась мультимедиа. Теперь это Toyota Touch 2 с 8-дюймовым экраном. Плюс есть некоторые косметические изменения с покрутилочком по всему вот этому вот. В целом стало посвежее, пободрее, но можно было бы ещё свежее. Также обновили ездовую электронику автомобиля. Теперь есть дополнительные два режима езды. Это Sport и Sport Plus, которые управляют и настраивают более точно рулевое управление, коробку и опционную адаптивную подвеску. Ну, что, Валентин, как тебе обновление? Готов ты пересесть полностью на вот такой Land Cruiser Prado или нет? Валентин. Ты знаешь, я поездил на 200-ке на Prado и понял, в чём прикол этих автомобилей. Их любят за преемственность. Есть одна кнопка, и она на одной позиции 20 лет, и в неё можно кулаком попасть. Тач-панели это, конечно, здорово, но как ты будешь тыкать в экранчик в минус 30 или плюс 40? Именно поэтому Land Cruiser любят за то, что это здоровый, немножко кондовый, рамный внедорожник. То есть я, например, от этих автомобилей особых изменений не жду, но всё-таки как он воспринимается внешне, какие там есть изменения, может быть, за рулём есть смысл посидеть? Илья? Да, Валентин, я практически не ездил на предыдущих версиях этого автомобиля, но могу предположить, что берут его не только для бездорожья, но и для города, потому что всё-таки он не такой громадный, как Land Cruiser 200, на нём проще ездить. Да и минорность обновления, я думаю, можно объяснить тем, что покупатели таких автомобилей не нуждаются во всех этих свистелках, десятках тысяч экранов по кругу. Они просто хотят надёжный автомобиль, который будет ездить десятки лет, и при этом не ломаться, его можно будет починить в любой деревне. И вообще, это обновление я бы, наверное, сравнил с обновлением iPhone 6s и iPhone 7. В общем-то, ничего не изменилось, а народ всё равно покупает. Ну, так же и в этом случае. Валентин? Мне нравится твоё сравнение, это как iPhone 7 и 7 Plus. Prado теперь маленькая такая двухсотка, он стал более агрессивным, квадратные фары лично мне нравятся сильно больше предыдущей модели. Валентин, планирую ещё пробежаться по автосалону, но не знаю, куда точно идти, может быть, есть какие-то пожелания, я добегу. У меня тут всё рядом, Валентин. В интернете гуляют фотографии нового BMW X7, и по ним он выглядит, ну, не страшно, назовём это специфически. Посмотри на него и расскажи, что думаешь. Илья? Валентин, да, конечно, я побежал, чуть позже включусь, до связи. Вот интересная штука, есть, например, Land Cruiser, такой, который мы знаем уже десятки лет, и он так тихонечко меняется, взять тот же Prado. Это такой глубокий фейслифтинг, и компания очень осторожно внедряет новые элементы, чтобы, не дай бог, кора аудитория не разочаровалась. А есть такой BMW X7, с учётом того, что он сделан, видимо, на китайский рынок, он весь такой космический, классный, но мне он не заходит совсем. И вот смотрите, две крайности. Prado, аккуратно, старая система, старые мультимедиа, и BMW X7, сенсорные панели весь красивые. Какой автопром вам больше нравится? Напишите в комментариях, потому что, как мне кажется, это два таких полярных подхода. Илья, расскажи, где ты там? Илья? Эм, это какое-то сплошное BMW, даже не знаю, как это назвать. Машина выглядит слишком смело, прямо скажем. С другой стороны, нужно понимать, что это концепты. В серийном производстве автомобиль, скорее всего, по крайней мере, его внешность чуть успокоит. Впрочем, я думаю, что наши соседи из Поднебесной, которые тут ходят и активно её срисовывают, выпустят свой ответ уже через пару недель. Я уверен, у этих ребят вообще всё быстро происходит. А пока вот BMW-концепт X7 полноразмерный, внедорожник BMW для очень смелых граждан, как мне кажется. А, Валентин? Давай, Илья, переместимся ближе к нашим зрителям. Там где-то должен быть новый Duster от Renault. И я надеюсь, что его доработали хорошо. В тот случай, когда было что исправлять. С X7 понятно, что ничего не понятно. Это как бы концепт, который близок к релизу, но куда-то потерялась агрессивная морда. Вот эти вот линии, которые прямо зятчины отдают, лично мне не нравятся совсем. И это вроде как огромный такой внедорожник уже от BMW, которого все ждали. А на выходе что-то такое прям, ну не очень. Ну вот не очень. Duster нашёл? Ну, расскажи, где там находятся теперь кнопки подогрева сидений и стеклоподъёмники? Илья? Да, Валентин, кнопки стеклоподъёмников, подогрева сидений и прочие элементы интерьера расположены теперь гораздо удобнее, чем это было до этого. Не смотрите на то, что здесь дача, шильдик. На нашем рынке такие машины продаются под маркой Renault, но это на самом деле один и тот же автомобиль. По салону стало лучше, впрочем и машины теперь доступны с гораздо более широким пакетом опций. Тут и климат-контроль, бесключевой доступ, запуск автомобиля с кнопки, подпор поясницы в сидениях. Словом, машину можно напичкать только в путь. Боюсь, только стоить она будет под 2 миллиона рублей в максимальной комплектации. Но, с другой стороны, я вот не настолько зажиточный и богатый блогер. И если бы мне нужен был какой-то автомобиль для редкого бездорожья, то я бы взял полноприводный Duster на палке с каким-то более-менее минимальным комплектом опций. Ездил бы и проблем не знал. Машина практически неубиваемая, да и по своим внедорожным качествам она вполне неплохая. Мне не удалось узнать, когда эта машина доедет до России. Но есть информация, что в нашей стране Duster будут собираться в 2019 году. Соответственно, наверное, примерно в это же время они и появятся на отечественном рынке. Придется подождать. Ну, а я пока побрел в зал Mercedes. Там выставлен Project One, концепт, который стоит 2,7 миллиона долларов. Должно быть интересно. Скоро увидимся. В 2019 году, насколько я знаю, Duster собираются у нас. И типа, Рено считает, что новый надо нам подогнать только в 2019. А боссать бы его и сжечь, конечно, канонично. Но мы постараемся утопить его в болоте. Ведь, как мы знаем, Duster не тонут. Но это требует проверки. Что такое One от Mercedes? Илья. Да, Валентин. Это автомобиль, который тебе все непременно нужно рассматривать после своего Porsche. Mercedes Project One. 6 секунд до 200 километров. Сумасшедшая машина. При этом объем ее двигателя всего лишь 1,6 литра. Шестицилиндровый. Плюс здесь есть куча электромоторов. Это все-таки гибридные автомобили. И здесь, во Франкфурте, гибриды. Это очень горячая тема. По сути, Project One это оптимизированный для городской среды болид Formula 1. Движок можно крутить до 11 тысяч. Повторюсь, до двух сотен. Это зверюга разгоняется за 6 секунд. Плюс есть куча электромоторчиков. Самый интересный находится на передней оси. Они управляют векторами тяги по 163 лошадиные силы. Плюс в автомобиле есть батарея. На ней можно проехать порядка 25 километров. Вообще исключительно на электротяге. Что, в принципе, неплохо. На этом у меня любопытные новинки франкфуртского автосалона заканчиваются. Велсаком Медиа рассказывает вам о самом интересном в числе первых. Хотите вы этого или нет. До встречи в Москве. Илья Казаков о Велсаком Медиа Франкфурт. Спасибо. Это был наш специальный корреспондент Илья из Франкфурта. Мой Мерседес уже собирается, хотя они там еще об этом и не знают. Тем не менее, франкфуртский автосалон показал пару интересных новинок. И о самых классных из них мы вам рассказали. Есть как будущее, так и приземленное настоящее. А также много того, что хочется потрогать ручками. Потому что салон салоном, выставка выставкой. Но надо сесть, свою задницу на кресло приземлить, потрыкать кнопочкой, порулить. И тогда будет понятно, что это за автомобиль. Именно это мы хотим вам доносить на нашем канале. Не просто о том, что это такой автомобиль, а как он ощущается, какие эмоции он вызывает. Это, наверное, самое главное. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока. Илья, я тебя не слышу, Илья. Илья, походу не работает.